Кроме плодника, кроме разных плодников, на что надо обратить внимание? Видите, вот эту полосу, идущую вдоль тела, примерно посередине тела? Вдольные тела? Да. По этой линии расположены самые главные органы чувств рыбы. Глаза для рыб не настолько и важны, как для нас. Скажите, какая среда прозрачнее, воздух или вода? Воздух. Воздух. Во много тысяч раз. Вы когда-нибудь видели съемки поверхности Земли с орбиты, из космоса? Ну, космические снимки. Видели? Вот скажите, чтобы такой снимок получить, лук света, какое расстояние от поверхности Земли до объектива проходит? Огромные километры. Ну, всю атмосферу. Сто километров. И при этом вы вполне видите все детали на поверхности. Так? Атмосфера прозрачная. А как по-вашему, если взять самое прозрачное море на планете Земля, так? То на каком расстоянии в этом море, под водой, можно хоть что-нибудь увидеть? Сто метров? Метро пятидесяти? Чуть меньше пятидесяти метров. Сто метров ни в одном море невозможно. Кстати, а какой море самое прозрачное? Северное море. Нет, в данном случае не северное. Да, которое без переговоров. Совершенно верно. Откуда мыть в морях? Если не биологическую мыть берем, а минеральную. Песок. А песок откуда в море? Берегов. А берегов и одна. А есть у нас одно море без берегов вообще. Саргасово море. Между Флоридой и Кубой. Так? Ограничено Саргасово море в петре океанических течений. Ну, в частности, одно из них – Гальстрин, который Европу потом греть будет. Вот там 50 метров прозрачность. Дальше, чем на 50 метров, увидеть ничего нельзя. Поэтому рыбьи глаза с нашей точки зрения страшно близоруке. Ну, если нельзя, в принципе, нельзя рассмотреть далекий предмет, то зачем иметь возможность настраиваться на даль? Вещь бессмысленная. А главным органом является как раз орган боковой линии, располагающийся вот здесь вот в толще колы по этой линейке. Они воспринимают колебания воды. Причем, скажите, может ли лодка плыть по воде так, чтобы не оставлять волн совсем? Нет. Хорошо. А волны от лодки только по поверхности идут? Или в толщу воды тоже идут? В толщу воды тоже. В толщу воды тоже. Ни один предмет, который двигается сквозь жидкость, не может двигаться, не создавая волны. Это значит, если вот здесь сидят клетки чувствительные к волнам, то можно определить, во-первых, кто вокруг тебя движется. Во-вторых, сама рыба движется? Да. Является она источником волн в результате? Да. Хорошо. А теперь, что будет, если вы вошли в пещеру и крикнули? Вот рыба движется. Сама она источник волн. Если рядом какие-то предметы есть, пускай они неподвижные. Волны будут отражаться и возвращаться. Это эхолокатор. При помощи боковой линии рыбы могут ориентироваться даже в полной темноте. Им цвет-то, в общем, не нужен. Для того, чтобы не натыкаться, для того, чтобы найти добычу, планиться от хищника и так далее. Так. Хорошо. На что еще обратим внимание? Ну, давайте смотреть. Теперь с головой разбираться будем. Ну, во-первых, вот это что такое? Сейчас я подниму. Так. А вот это? Куда же? Ну, 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 смотри внимательно. Смотри внимательно. Что это? Сколько парусиков у карпа? Задаю вопрос по-другому. Две пары. Вот они маленькие, вот они большие. А зачем? О, хорошая работа. Зачем лица? Для красоты, первое ответ. Не столько для осязания. Здесь есть осязательные, конечно, рецепторы на устьях. Но в основном там химорецепторы. Назвать это обманением сложновато. У нас просто нет такого. Ощущения. Вот скажите, вы можете засунуть палец в суп и сказать, опять не досолили? Нет. У нас химорецепторы находятся во рту. Так? Ну, и в носовой полости тоже. Возбуждение рецепторов изо рта мы называем вкус, а возбуждение химорецепторов из носа мы называем запах. А вот на поверхности кожи у нас никаких нет химорецепторов. А у них есть. Есть у всех вобных жителей. Так? Так что здесь, кроме исцезательных, и химорецепторы еще есть. А теперь, хорошо, а вот это, что за пара ямок? Раз, два. В ноздри. В ноздри. Совершенно верно. И как по вашему, если я вот так войду в ноздрю побольше, где я окажусь? В ямке. Хорошо. Если я введу гибкий зомб в ванку ноздрю. В ванку ноздрю. В ротовой болотке, разумеется. Полость носа соединяется, точнее, не с ротовой полостью, а с болоткой. Хорошо. Это просто вторая дорожка. А у рыб? У меня нигде не кажется, что ямки. А у рыб за полостью носа, это просто ямка. Стенка, которая имеет мышцы, если они сокращаются, то этот объем сжимается. Если они расслабляются, объем растягивается, расширяется. Ну и зачем это надо? Вот там хеморецепторы. Вот там хеморецепторы, от которых, собственно, будет происходить наше обоняние. Так? Вот эти сжатия расширения, зачем нужны? Новую порцию воды, конечно. На проливку, что там вокруг творится. И вот теперь работа, собственно, жаберных крышек. Обратите внимание, что сейчас будет с челюстями. Сейчас, секундочку. Сейчас, сейчас. Нет, нет. Смотрите, раз, два. Раз, два. И у рыб рот работает совершенно не так, как у нас. Мы, как открываем рот, мы вот так открываем рот. Да. А рыбы вы совершенно верно показали. Вот так открывают. У них нижняя челюсть уходит вниз, а верхняя челюсть уходит вверх. Помните, вчера челюсть акулы я показал? Верхняя челюсть не перерастает к черепу. Она подвешена под череп. Поэтому верхняя челюсть тоже активна. И внутри головы просто суставы разных костей подобраны так. Они образуются тем, что если жаберная крышка отходит вверх, отодвигается от тела, то рот открывается. А для того, что порция воды прошла через жаберную щель? Вот. А давайте смотреть, что будет. Вот я приподнял жаберную крышку. Что вот здесь в щели находится? Понятно. Ну, вот эти органы и называются жабры. Да. Вот, собственно, жабры это и есть. Так? Вспоминаю тело от суетника. Жабры стоят в жаберных щелях. А жаберные щели где? У всех позвоночных. В боковых стенках вовку. Это значит, между жабрами можно найти вовку. Хорошо. А теперь смотрим. Вот эта жаберная крышка. Слышите? Она твердая. Да? А вот по заднему краешку жаберной крышки висит вот этот узкоточек. Он твердый или нет? Нет. Нет. Мышц в нем никаких нет. Нет. Это слабо. Это клапан. Если жаберные крышки раздвигаются, что с объемом уголки происходит? Увеличивается. Увеличивается. А при увеличении объема что с давлением? Увеличивается. Падает. Как поведется этот клапан? Вот, посмотрите, крышечка приподнялась. Там внутри давление меньше, чем снаружи. Идет. Клапан прижался к стенке тела. Увеличивается. Увеличивается. Что сделает клапан? А вот так приподнимется. В результате на выход вода пойдет не через рот, а между жабр. А мылая по дороге жаберные сосуды. Вот так работает насос, который постоянно прокачивает воду сквозь жаберную систему рыб. Ну и плюс к этому жаберные крышки защищают жаберную область. Дело в том, что вот здесь, между основаниями грудных плотников, вот здесь, что за район такой внутри тела? Сердце. Да, перикардиарная область. Здесь сердце. И брюшная аорта от сердца отходит вот так вот. По дну глотки. А от нее отходят все жаберные артерии. В результате, вот через этот маленький район, постоянно прокачивается вся кровь. Абсолютно вся. Так? Поэтому жаберный район, ну просто исключительно уязвимое место. Охуй, собственно. А у всех хрящевых рыб нет жаберных крышек. У них жаберные щели просто открываются, ну вот, на поверхности кожи. Так? Район не защищен. Поэтому, во всяком случае, народное поверье есть такое. Сам я съемок не видел. Но достаточно часто встречаюсь со свидетельствами. Дельфины. Дельфины, в случае, в основном, на взрослого дельфина акулу нападать не будет. Ну, во-первых, взрослый дельфин быстрее. Во-вторых, он не беззащитен. А вот на детеныша акулу нападать могут. У акул режущие зубы. А у дельфинов? А у них холющие. А у них холющие. Такие вот маленькие застренные штырьки. Ну и что, этими зубами можно сделать сапуонь? С учетом того, что шкура в акулу исключительно прочная. Ничего. Ничего нельзя. А дельфины убивают акулу. Они просто таранят на скорости вот сюда, в жаберном области. А она не прикрыта вот такой защитой. Удар в район жабры. А вот костная рыба здесь имеет очень надежную защиту, потому что жаберная крышка опирается на клейтрум, вот на эту мощную кость основания жаберного лобника. То есть это защита, дай бог. Так, ну по поводу внешнего строения, наверное, все. А, последний вопросик. Граница между головой и туловищем очевидна. Жаберная щель, да? А вот граница между туловищем и хвостом. Где-то, да, абсолютно правильно. Повернитесь на то, сколько смотрят. Туловищем называется тот отдел тела, где рисуется лун. Вторичный ополостел с органами. Вот как, не раскрывая рыбу, понять, где кончается целом. Где она не отверстия. А вот, смотри, там же видно, кишка выходить будет на улицу в самом-самом конце целома. Поэтому анальное отверстие – это очень хороший ориентир окончания туловища. Вы знаете, как вообще в биологии определяется хвост? Какая часть тела называется хвостом? Пост-анальный участок тела. У дождевого червяка, ну не у дождевого червяка, у него просто нет хвоста. Анус у него открывается в конце. А у беспозвоночных. Будет ли позвоночник проходить через хвост? По определению – беспозвоночник. Значит, пост-анальный участок тела. То есть, вот анальное отверстие. Вот оно. У хвост накрыт не лавака, а как раз анус. У большого слова, во всяком случае. Так. Вот это хвост. Вот в этой части что-нибудь, кроме мышц, костей, нервов и кровеносных сосудов. Есть? Нет. Здесь только оформлено. А вот в этой, в этом районе, как раз внутренняя полость внутреннего органа. С которым мы сегодня и будем знакомиться. Продолжение следует.